здравствуйте сегодня я хотел бы принести извинение инженером nikon и так я приношу извинение инженером nikon за то что мало того что был предвзят так еще и распространял свою предвзятость не публично но я высказывал слух вещи которые слышал от других и которые мне казались логичными и обоснованными речь идет о фотоаппарате nikon d610 эту камеру я взял посмотреть местном представительстве nikon уже черт знает когда я не обещал мне какого-то особого обзора и сказал что она мне нужна чтобы проверить некоторые слухи которые я нахватал сети и от знакомых ну и потестить оптику nikon так что это за слухи что-то в таком роде взяли старую матрицу от какой-то камеры именно от какой-то процессор от другой какой-то камеры автофокус вообще с кропа d7000 слепили какой-то опять таки корпус и продают по цене не топового кропа получилось разумеется полная ерунда что и следовало ожидать и тут я повелся на откровенную неправду такое бывает мол собрали всякое старье свинтили как попало это на nikon и впаривают недотепом которые хотят полный кадр кстати эта камера продается и сейчас является актуальной и новый корпус можно найти в интернете за 1300 долларов примерно в этом обзоре не будет раздела технические параметры управление и дизайн мы всего этого и так коснемся мы в основном посмотрим как она снимает а спойлеры обзор она снимает именно так как надо я понимаю есть камеры которые делают на полтора кадра в секунду больше кадров а этот аппарат выдает серию 6 кадров в секунду что неплохо любимец публики скоростной nikon d750 выдает 6 с половиной кадров в секунду а супер современная летающая тарелка sony a7r mark 2 5 кадров в секунду здесь 6 кадров в секунду и отзывы в интернете ну не скоростная камера хорошо не скоростная я настольный теннис и не снимал никогда на камере стоит матрица похожая на ту что стоит на nikon d750 или очень похожи full frame на 24 мегапикселя но процессор тут до более ранний xpid 3 интересно что в камере реализован на алгоритм выборочного подавления шумов то есть процессор выявляет темные участки и применяет к ним более интенсивное шумоподавление не трогая нормальные участки алгоритм появился не так уж и давно и увидеть его здесь я не ожидал давайте посмотрим тесты iso в общем до 12800 включительно снимать можно 6400 рабочие со также я не ожидал что камера это цельнометаллическая были влага защищенные имеет микрофонный вход и выход на наушники они прям под такой хорошо открывающейся резиновой плотной дверцы задержка лак затвора пятьдесят две тысячные секунды то есть моментально запуск за 13 сотых секунды при установке сюда оптики адаптированы под формат apc камера автоматически переключается на apc формат на байонете есть отвертка мотора для поддержки ранних или недорогих объективов монитор не поворотный не сенсорный но с хорошими цветами углами обзора яркий на 921 одну тысячу пикселей да что там практически на миллион размер монитора 3 и 2 десятых дюйма если речь зашла о мониторе то life view здесь имеет традиционный для никона переключатель фото-видео при котором меняются не только настройки монитора но и настройки камеры под фото или видео если говорить о скорости фокусировки в режиме life view автофокус по контрасту работает так результат может не феерический но вполне нормальный давайте посмотрим что в режиме зеркала 39 точек фазовой детекции сгруппированных пределах примерно половина от высоты примерно половина от ширины кадра чего кстати более чем достаточно особенно если как я снимать используя одну точку автофокуса эта точка удобно перемещается по кадру с помощью джойстика навипада инфопогон как у взрослой камеры слота в памяти 2 как лучших домах парижа предусмотренной батарейная рукоятка причем рукоятка это правильная одна батарея в камере две в рукоятке то есть всего три они как иногда бывает место батареи вот здесь пустышка проходит ну кто видел тот знает щеткой для управления и две батареи в рукоятке это если еще повезет иногда я видел в рукоятке одна батарея вернее здесь рукоятка даже очень правильно если вы на выезде а батареи таки сели вы можете затолкать туда еще шесть пальчиковых батарей так чего еще не делает эта камера интервально снимает причем как отдельными кадрами так и сразу в видео секвенцию может управление упростили здесь 13 кнопок два колеса экспо пары спереди и сзади колесо режимов диск типов съемки с кнопками блокировки джойстик на випад двухпозиционный переключатель life you photo видео это профи уровень по железному управлению у камеры есть радиоуправление вспышками и как это иногда делают nikon на full фреймах есть довольно мощная встроенная вспышка корпус магниевый сплав кстати этот корпус всего на 20 граммов тяжелее рекордсмены легковеса среди полноформатных зеркалок масса корпуса 760 граммов гарантия на ресурс затвора 150 тысяч срабатываний не рекорд но это гарантированных срабатываний по дизайну камера тоже может и не блещет но и не сказать что это страшненькая камера хороший стайлинг nikon да здесь более ранний процессор поэтому нет и так и не понятого честно говоря мой следящего 3d автофокуса постоянный фокус как видео так и фото есть и странность многих никонов когда диафрагму нужно предустановить перед записью видео тоже здесь есть но он этим не отличается а наоборот скорее похож на все nikon и при записи видео на монитор выводятся бегунки уровня записи звука что довольно интересно каюсь я не тестировал nikon 610 на качество видео у меня была другая печаль я не обнаружил чтобы эта камера снимала фото хуже чем d750 или даже d810 raw файл здесь 14 битный как 850 и 810 моделей джипег настраивается как по цвету так и по динамическому диапазону точно также так какие здесь ограничения в таком случае наверное я и не взял бы этот аппарат на спортивную съемку как любой full frame кроме пятерки nikon или единицы canon я бы взял туда например crop d500 так как он намного быстрее и тоже оптика на нем имеет большее эквивалент фокусного расстояния для стритфото ну психологически камера тоже великовато сама камера кстати не очень-то заметно в руках но оптика уже взрослая и народ шарахается привлекает внимание размерами но это и все пейзажи портреты архитектура интерьеры съемка в сумерках предметная съемка особенно предметка вот почти идеальная камера для этого если вы зарабатываете постановочными кадрами на фотостоках или снимаете для себя и у вас нет комплексов что у вас должна быть только самая дорогая камера то вот возможно то самое что нужно из недостатков я бы выделил маленький буфер я обычно не строчу очередями а выстреливаю в удачные моменты серию вручную примерно так и когда я снимал танцоров в режиме raw плюс jpeg буфер внезапно забивался приходилось ждать секунд 15 если снимать только в jpeg то этого не происходит но как бы nikon d500 стоит 2000 долларов nikon d810 3000 так что буфер маловато это не дот должна быть какая-то разница по картинке а иначе как же так то давайте посмотрим картинки часть из них jpeg прямо с камеры часть roll roll без цветокоррекции без повышения резкости я просто увеличил динамический диапазон и 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 примерно так я даже не знаю что тут и сказать камера хорошо работает в самых разных условиях и интересная особенность этой камеры в том что где то через месяц я понял что этот аппарат с этими вот двумя объективами китовым VR2485 и фиксом 50 мм 1.4 выдаёт настолько чёткие и запланированные результаты, что я начал снимать на эту камеру всякий раз, когда мне нужно было снять что угодно в студии, особенно портреты и предметку. У меня даже развился какой-то комплекс. Несмотря на то, что я постоянно снимаю двумя-тремя разными камерами, как только я начинал беспокоиться, что нужно что-то снять особо чётко, ясно, красиво и при этом не утруждаясь, а я на самом деле ленив, я тяну из шкафа именно Nikon 610. На форумах об этой камере пишут разные. Видоискатель узковат или зона автофокуса маловато, но это не делает фото хуже. В общем, краткое резюме такое. Я ещё не видел другой такой камеры, которую навёл, поправил экспо-параметры слегка, снял и получается отличный джипег со всеми преимуществами фулл-фрейма. А если чуть промахнулся, роу прекрасно тянется как угодно. Такой ясный, простой, надёжный инструмент для получения именно таких фото, какие вы хотите получить. Камера, недооценённая, на мой взгляд, довольно серьёзна. Так как стоимость корпуса заметно ниже, чем у старших камер. А картинка такая же, как у камер и вдвое дороже. Конечно, я не с луны свалился и понимаю, что совокупность, новая матрица, большой буфер, новый процессор, большая гарантия на срабатывание затвора и так далее, как раз и составляют эту самую разницу. Но иногда этого совершенно не нужно. А нужна картинка? А это ведь тоже далеко не картон. И я обещал сказать о своём предубеждении. Да, бывают бюджетные камеры, собранные как бы из устаревших запчастей. Здесь формально та же ситуация, только формально. Дело в том, что все элементы именно в Nikon D610 это опробованные и хорошо зарекомендовавшие себя части, которые, как выяснилось, очень удачно собраны в хорошо сбалансированную камеру. И нам не хватает вот именно таких аппаратов. Качественных, недорогих и хорошо снимающих. А на этом всё. Разрешите раскланяться. До свидания. И... Творческих успехов! Творческих успехов! Продолжение следует...